Нихао, леди и джентльмены! Интернет-портал bestandroid.com.ua предлагает вашему вниманию видео-обзор планшета под управлением операционной системы Android модель iPad M9X. И начнём с комплектации планшета. Он поставляется в белой стильной коробке. Снимаем защитную упаковку. И в первую очередь в комплект входит, конечно же, сам планшетник. Далее в комплектацию входит инструкция пользователя. И она у нас на китайском языке. А также есть на английском языке. Гарнитура. Пульс из салонного управления для планшетника. Болт питания с кабелем для зарядки. И специальный шнурочек для подключения планшетника к компьютеру. И приступим к обзору непосредственно планшета. Как мы видим, корпус изготовлен из двух материалов пластика. И сзади у нас металлическая крышка, которая держится на четырёх болтах. В задней части также расположены два динамика. В нижней части планшета, если держать его в книжной раскладке. В правой части у нас находятся четыре сенсорные кнопки. Кнопка назад, кнопка поиска, кнопка вызова контекстного меню и кнопочка домой, которая возвращает на главный рабочий стол. А также здесь мы видим фронтальную камеру. В правой части у нас есть стандартные разъёмы. Это разъём аудиовыход для наушников 3,5 мм, порт microUSB, выход HDMI, ну конкретно это mini-HDMI. То есть мы можем планшетник подключить к компьютеру и через один порт будет передаваться звук, а также видеокартинка в Full HD разрешении. А также разъём для зарядки. В нижней части мы видим разъёмы для карточек памяти. А также слот для сим-карточки. То есть с него встроен модуль 3G, который поддерживает UMTS и WCDMA. Также стоит отметить, что в планшетнике есть GSM-модуль. И в верхней части у нас клавиша регулировки громкости плюс-минус, а также кнопка включения и блокировки планшета. Hi-Pad M9X. Диагональ планшетного компьютера M9X. Hi-Pad 7 дюймов. Разрешение экрана 800 на 480 пикселей. И запустим какую-нибудь программу для тестирования, которая только что была установлена, чтобы протестировать дисплей. Как устанавливать программы с Android Market, можно посмотреть в наших других видео на сайте bestandroid.com.ua. Итак, запускаем программу и посмотреть можно с помощью неё контрастность цветов. Как мы видим, цвета RGB, Red Blue Green, насыщенный и очень качественная картинка. Чёрный цвет, белый цвет. Теперь протестируем Multi-Touch. Программа, которая сканирует прикосновения, и так, заявлена производителем, что здесь он распознает 5 точек касания. Итак, 1, 2, 3, 4 и пятая точка. Как мы видим, все 5 точек были распознаны. Также я установил программу, которая позволяет нам онлайн прослеживать загруженность планшетника. Как мы видим, сейчас центрального процессора общей частотой 1100 МГц рабочей. Загрузка всего 1%. А оперативной памяти из 512, 45 у нас занято. Всего 186 занято. То есть общая оперативная память составляет порядка 512 МБ. DDR2. Так, вернёмся назад и запустим программу для тестирования центрального процессора. Итак, нажмём Test CPU Speed. И как мы видим из теста, что у нас по операциям с простыми числами получил оценку 5,4, а с числами с павающей точкой планшетник HiPad M9X получил оценку 4,96. В сравнении с LG Optimus 2X, HTC Desire HD и Acer Stream по операции, по работе с простыми числами мы получили наибольшую оценку. Что касается оценки за число с павающей точки, как мы видим, достаточно средние показатели, около 5, но не так далеко от HTC и Acer, и намного выше, чем у LG Optimus 2X. И теперь запустим программу для быстрого тестирования системы. И начнём с процессора. Частота у него 1,1 МГц, рабочая 1601.68 МГц. Процессор Dual-Core ARM-V7. Итак, дальше нас интересует сенсор. А конкретно дисплей, а также другие сенсоры. Как мы видим, есть сенсор акселерометра по трём осям. Сенсор света, то есть автоматически можно построить яркость дисплея под угружающую среду. Gravity Sensor, сенсор линейного ускорения, то есть так мы можем с помощью планшетника и установки какого-нибудь приложения для Android узнать нашу скорость. И сенсор G-Sensor, так называемый сенсор поворота. Также с помощью этой программки можно посмотреть все процессы, которые запущены сейчас у нас. Теперь попробуем зайти в настройки с помощью специальной клавиши, которая вызывает контекстное меню. И посмотреть информацию об устройстве. И как мы видим, версия Android 2.3.5. В целом, подводя итоги обзора планшетника HiPad M9X, хочется сказать, прежде всего это качественный корпус. Нигде ничего не скрипит, нет никаких зазоров. И он удобно сидит в руке. Он не тяжелый. Хочется отметить наличие HDMI-выхода, то есть удобно работать с планшетником с тем же самым телевизором. И, конечно же, встроенный модуль 3G. То есть достаточно просто ставить сим-карту оператора 3G, и у вас будет всегда доступ в интернет. За счет того, что планшет работает под управлением операционной системы Android, можно найти огромное количество как бесплатных, так и платных приложений, и сделать из этого планшетника действительно хорошего помощника. Качественно насыщенный дисплей с достаточно высоким разрешением превращает этот планшетник еще и в мультимедийный центр. Удобно просматривать фотографии, работать с графикой, или же просто наслаждаться любимыми фильмами. А встроенный модуль Wi-Fi позволит вам всегда оставаться онлайн, в социальных сетях или обмениваться почтой по e-mail. Также стоит отметить, что в данном планшетнике есть GPS-модуль, и стоит лишь закачать карты, и вы всегда найдете дорогу домой. Интернет-магазин bestandroid.com.ie благодарит вас за просмотр видео. Надеюсь, обзор вам понравился. Также подписывайтесь на наши другие видео и посетите сайт bestandroid.com.ie Там вы найдете много интересного из мира Android.